Плавно перейдем к биочиповым технологиям, которые используются в настоящее время повсеместно теми исследователями, у которых есть соответствующие возможности Обратный северный блок с саутом или нотом В прямой блокинг, как мы с вами помним, мы иммобилизуем анализируемые последовательности А наши зонды находятся в расправимой фазе А при обратном блокинге мы иммобилизуем зонды, а наносим меченые фрагменты ДНК Гибридизуем зондами, которые иммобилизованы на твердой подложке Вот этот обратный северный блокинг или обратный саутом, он и лежит в основе всех биочиповых технологий Зонды иммобилизованы у нас, а мы анализируем ее фрагменты Гибридизуем с ними и находим те, которые соответствуют по своим последовательности иммобилизованным зондам Ну вот, значит, здесь показано, на такой твердой подложке иммобилизованы клоны Упорядочены клоны КДНК, которые мы обогатили с помощью вычитающей гибридизации Они характерны, вот эти вот последовательности характерны Тестерной популяции Не будем брать телефон, прошу прощения Которые соответствуют тестерной популяции И после этого гибридизуем вот с двумя соответствующими упорядоченными клонами Две Две меченые популяции РНК Из тестерной популяции и из драйверной популяции Поскольку у нас исходно были обогащены тестерной последовательностью То вот здесь мы видим положительные сигналы На данной подложке В соответствующих местах Которые, значит, соответствуют зондам Последовательности которых идентичны молекулам РНК Присутствующим в тестерной популяции Здесь этого значительно меньше Таким образом Два типа олигонуклеотидных биочипов Которые построены с использованием соответствующих технологий Один из них это олигонуклеотидный биочип высокой плотности Как он строится? Вот такая вот подложка стеклянная Сантиметр на сантиметр С высокой плотностью наносятся олигонуклеотидные зонды В виде рядов Каждая точка, которая соответствует уровню нуклеотиду Из определенной последовательности Из анализируемого гена Таким образом, все вот эти вот точки на биочипе Они в целом перекрывают весь анализируемый ген Но при этом делается еще контрольная последовательность из этих зондов Чем она отличается? Тем, что здесь искусственно вводится один мисмейч Соответственно, да? Один нуклеотид, который не комплементарен соответствующему участку гена Таким образом, представим себе, да? Имея вот такие упорядоченные зонды на подложке биочиповые, да? Мы гибридизуем их с смеченными молекулами РНК И в том случае, если имеет место экспрессия соответствующего гена У нас метка РНК должна содержаться в результате гибридизации С первой полосой соответствующих зондов И она должна отсутствовать во второй контрольной полоске построенной из зондов Таким образом, анализируют сразу популяции РНК Меченные биотином, да? Которые гибридизуют вот с зондами высокой плотности Представляющие, например, весь транскриптом человека Такие, значит, в настоящее время биочипы имеют место быть После гибридизации проводят окраску с помощью стриптовидина, меченого флюорофором И вот те места, с которыми связалась смеченная РНК Они начинают светиться на биочипе А контрольные полоски, в случае удачного проведения эксперимента, не светятся Мы делаем вывод, что да, наши зонды работают специфично Ну вот здесь пример, да? Анализа трех генов из двух, выделенных из двух разных тканей Ген Х экспрессируется в ткани 1 Поскольку верхняя полоска светится полностью, да? И не экспрессируется в ткани 2 Ген У с точностью наоборот ведет себя, да, в этих тканях На твердой подложке, да, которая представляет собой биочип Мобилизуется олигонуклеотидом Каждая точка, значит, соответствует определенному олигонуклеотиду Вот как здесь показано, в виде ряда, да? И все олигонуклеотиды представляют собой в конечном счете Всю последовательность анализируемого гена, да? При этом создается контрольная еще полоса олигонуклеотидов Которая отличается, каждый из которых отличается от предыдущего верхнего, да? Одним из месмэчек У них умышленно уполится один некомплементарный данный последовательность гена Нуклеотид Это контрольный, да? То есть если будет гибридизоваться у нас соответствующая РНК с этой полосой И не будет гибридизоваться с этой, мы говорим, что наша система работает специфически Вот у нас, значит, соответственно, такой биочип высокой плотности Представляет собой весь транскриптом, да? То есть там собраны олигонуклеотиды Всем транскрибируемым генам, упорядоченным, да? Вот ген за геном, значит, соответственно, вот эти ряды Внесены олигонуклеотидов в виде микроскопических точек Мы берем популяцию сравниваемых РНК РНК-1 и РНК-2 Метим их биотином, да? И гибридизуем соответствующим зонам Далее окрасываем Проводим окраску с трептовидидным, меченным с флюорофором, да? Соответствующим И видим Вот, например, анализируя три полоски, которые соответствуют олигонуклеотидам трех генов Которые мы анализируем На самом деле вот их 20 тысяч, да? На данном БИАЧПЕ Мы можем сделать следующие выводы Вот, значит, ген Х Полоска с правильными олигонуклеотидами светится Полностью, да? А здесь практически работает очень хорошо, контрольно Делаем вывод, что данный ген экспрессируется в ткани 1 Но не в ткани 2 Потому что здесь ни та, ни другая полоса не светится После возбуждения Значит, ген Y точно сюда, наоборот, ведет себя, да? Значит, в этой ткани он не экспрессируется А данный экспрессируется А ген Z экспрессируется и там, и там Второй подход в биотипах, который используется Здесь, значит, биотип с мобилизованными КДНК Здесь уже каждая точка на биотипе Соответствует целому гену, да? Процессированному Транскрипту Ну, КДНК, да? Кодирующей части гена В виде экзонов Одна точка на биотипе Это один ген И далее, значит, соответственно Все проводится точно так же Данный биотип, который содержит в себе сотни тысяч Таких микроскопических и мобилизованных КДНК Положение каждой точки мы знаем И чему она соответствует, мы тоже знаем, да? Какому гену? Берем анализируемые РНК Один и два Одну из них метим красным флюорофором, да? Вторую зеленым Смешиваем вместе и гибридизуем с данным биотипом И, значит, получаем следующую картинку Ну, некая картина гибридизации Делаем два снимка, да? В зеленой области И в красной области Клуоресценции, соответственно, да? И после этого в памяти компьютера Эти два изображения накладываются И тогда в зависимости от интенсивности окраски соответствующих точек У нас будут получаться некие промежуточные цвета, да? В данном случае, ну, в данной точке Гибридизуется только РНК из ткани 2 Здесь гибридизуется красным РНК из ткани 1 А в желтом в равной степени гибридизуются обе популяции РНК, да? Получается, оттенки цвета, значит, характеризуют соотношение данных РНК Вот в этой смеси популяции Анализируем популяции, окрашенных по-разному А можно вопрос? Вот, как бы, микро-чип, получается, позволяет делать быстро анализ, да? Мы можем взять микро-чип, посмотреть, все сделано А сколько времени уходит на то, чтобы приготовить микро-чип? Ну, это делается фирмами в настоящее время То есть они продаются готовыми, соответственно В автоматическом режиме микро-роботы наносят все вот эти вот соответствующие пятна Поэтому обычно их покупают просто на фирме Ну, у нас в настоящее время имеется В России делают на низкой плотности соответствующие био-чипы Которые в диагностике используют в настоящее время Вот там несколько десятков, да, соответствующих клонов То есть одновременно можно анализировать несколько десятков генов На био-чипах отечественного производства Ну, вот здесь показано, как это делается технически, да? Подготовка образцов Это вот био-чип сам по себе С мобилизованными зондами, да? Либо уровень нуклеотиды, либо, соответственно, КДНК Тестерные клетки, контрольные клетки Выделяют суммарную МРНК Медят ее разными флюорофорами Зелено-красным, как здесь показано Объединяют друг с другом депопуляцию, да? И гибридизируют смесь вот с этим био-чипом вообще А после этого сканируют под флюорисцирующим микроскопом, соединенным с компьютером, да? Вот лазер возбуждает соответствующий флюорофор в данных гибридах Эмиссия происходит света, да, в соответствии с максимумом испускания флюорофора Разделение на фотоумножителях, соответственно, и получают два изображения При одной длине волны и при другой длине волны Красным и зеленым флюорофорам, которые в нашем случае соответствуют Далее проводят псевдоокрашиванием соответствующим, уже в памяти компьютера, виртуально, да? Соответствующих флюорисцентных пятен И накладывают, опять-таки, в памяти компьютера друг на друга И вот эти вот оттенки цветов, они уже характеризуют соотношение РНК в анализируемых популяциях Пример, да? Оливиноглятиный биочип после компьютерного псевдоокрашивания Видно, что есть чисто флюорисцирующие в чистых цветах, да? А большинство по-разному экспрессируется в анализируемых тканях Ну, данные, которые получают с помощью микрочипов, анализируют, как правило, путем построения тепловых карт Хитмэпс, да? В данном случае показано Ну, один из результатов опытов Влияние глюкозаминной энтероликина 1-пэта на транскрипцию 100 генов в исследуемых культивированных клетках Вот здесь в столбцах у нас клетки, да? Гены, которые относятся к клеткам соответствующим А каждая строчка – это экспрессия соответствующего гена Вот здесь 100 строк И они, значит, упорядочены, данные гены, по уровням экспрессии Значит, соответственно, вот на два громадных кластера они разделяются в начале Здесь слабо экспрессируются, да? Вот эти вот гены в клетках без воздействия А здесь экспрессируется сильно Затем, когда дают разные реагенты, видно, как их экспрессия начинает, соответственно, меняться, да? И можно уже анализировать, делать выводы на основании анализа таких картин Значит, соответственно, вот 4132 гена в клетках разных типов у человека Здесь опять-таки, эти 4000 генов – это каждая строчка уровня экспрессии Красная – это высокий уровень экспрессии, зеленый – пониженный А черная – это нет различий между сравниваемыми клетками Соответственно, опять-таки, после упорядочивания, да? Два кластера, где сильно экспрессируются гены и где практически не экспрессируются Вот как они здесь показаны В желтом выделена область специфических генов, которые экспрессируются в клетках эндотелия Вот здесь они перечислены в данном месте То же самое, значит, вот данные полученные с помощью биочипов В наклетках эндотелия карцинома обработаны ингибитором протеинтеназа Здесь время, да? Соответственно, каждая строчка – это экспрессия определенного гена Конкретного, да? А здесь каждый столбец – это время в часах До 96 часов Видно, как влияет, постепенно меняется характер экспрессии в соответствующих генах Глобально, да? В анализируемых клетках в течение времени Вот интересный пример, как можно выявлять диагностику с помощью современных микрочипов фирмы «Амфиметрикс» Которые содержат 1,8 миллионов маркеров Порядка миллиона зондов для индивидуальных СНП Которые равномерно распределены вдоль генома человека Значит, как ставился? Вот с помощью этого опыта Это был сегмент данных, которые были получены в результате данного соответствующего опыта С биочипом анализируемого ДНК человека фрагментировали, метили соответствующим флюорофором и гибридизовали А интенсивность флюоресценции соответствующих точек на биочипе оценивали количественно И вот видно, что выделен район генома человека, в котором обнаружена делеция С ними нет фрагментов, которые взаимодействуют с зондами, характеризующими данный участок генома человека Еще один пример Дифференциальная экспрессия экзона гена сети 44 в метастазирующей области Тепловая карта Здесь опять-таки цвета обозначают Каждая строчка, в данном случае, это отдельный экзон этого гена Их всего 18 соответственно А каждый столбец это анализируемые клетки Вот это первичная опухоль человека Экспрессирует практически все гены в разной Все экзоны данного гена в разной интенсивности А вот метастазирующая опухоль Экспрессия экзона с 6 по 14 Прекращается в данных клетках Практически полностью Клетки хиля Для контроля были взяты разных подлиний соответственно Но это говорит Вот с помощью такого подхода Можно идентифицировать легко Например Транскрипты с альтернативным сплайсингом Соответственно Можно себе представить, что у данного гена дилетирована вот эта вот часть Либо, например, с помощью альтернативного сплайсинга Не образуется транскрипт, из которого выброшены соответствующие их зоны Но это вот биачибовый подход для анализа Такого глобального анализа генома В настоящее время Можно эффективно заменить соответствующую методику Методы с помощью так называемого глобального РНК-секвенирования То, что называют РНСЕК Здесь эксперимент проводится в 3 этапа Вот эта вот часть инвива Данная часть инвитро И инсилика Соответственно анализ результатов РНСЕК полностью основан на новых методах сиквенирования ДНК Выделяют из живых клеток суммарно РНК, которые далее фрагментируют И, соответственно, получают с помощью обратной транскрипции двухцепочные молекулы ДНК КДНК, которые далее с помощью глобального секвенирования Анализируют на современных секвенаторах Вот здесь показано результат сиквенцев Ну, собственно говоря, каждый клон прочитывается при секвенировании Тысячи прочитываний одного и того же клона И, собственно говоря, подсчет вот этих вот последовательностей Которые обнаруживаются в результате прочитываний с помощью метода Эти цифры дают представление полное о содержании соответствующих РНК в бесходных клетках В данном случае показано, что данные транскрипты после прочитывания представлены таким уровнем А вот последовательность, соответствующая данному экзону, она в данном эксперименте представлена меньше Делается вывод, соответственно, что имеет место, скорее всего, альтернативный сплайтинг При экспрессии соответствующего гена И вот этот экзон как раз попадает в этот альтернативный сплайтинг То есть у нас имеется РНК групптивов РНК с тремя экзонами и РНК с двумя экзонами в зрелых цепях Что отражается в количестве соответствующих прочтений при использовании нового метода секвенирования ДНК То есть вот такие численные подходы в настоящее время вполне заменяют биочиповые технологии Они взаимозаменяемы И вот этот даже более применим в последнее время И, собственно говоря, последний слайд, который я вам хотел сегодня показать Это так называемый метод ионопрецепентации хроматина Исследования на биочипах или новые методы секвенирования ДНК Ищут места посадки на ДНК факторов транскрипции, например Которые обозначены здесь разными цветами Глобально по всему геному Где такие последовательности располагаются в геноме Ну, для начала выделяют хроматин суммарный из соответствующих клеток И с помощью формалигида осуществляют пришивку белков к соответствующим местам ДНК После этого проводят фрагментацию вот этого реле ДНК белковых комплексов С образованием соответствующих фрагментов, да, связанных с белками И с помощью специфических антител проводят осаждение фрагментов ДНК Связанных с факторами транскрипции, да, после обработки формальдегидом Эту фракцию далее белки удаляют из данной фракции А сами фрагменты можно анализировать либо на биочипе Либо на новые методы секвенирования ДНК И тотально, значит, уже среди этих фрагментов находят последовательности Которые отвечают местам посадки, анализируя факторы транскрипции Для которых были получены антитела Вот так вот полногеномный поиск последовательности проводят в настоящее время Взаимодействующие со специфическими белками Проводят с помощью метода иммунопрецепитации хроматина Чип, он чип, да Хроматин с иммунопрецепитейшн на чипах, соответственно Это означается вот такой аббревиатурой Ну вот это вот, собственно, все, что я хотел вам сегодня на лекции рассказать Благодарю вас за внимание На этом давайте закончим